Я приведу вам две цитаты. Одна цитата находится в 11 главе книги «Служение и исцеление». Я сегодня ее читал вам, ну, зачитывал утром. 11 глава книги «Служение и исцеление». Это потрясающая книга, Эллина Вайт, которую я очень люблю, потому что в этой книге описаны вещи, которые написаны 140 лет назад человеком, не имеющим ни малейшего медицинского образования, в то время не было известно абсолютно ничего о наркологии, и там написано масса всего о наркологии, масса всего о психиатрии, масса всего вообще другой области медицины. Вот, и суперкруто все прописано. Вот, например, вот она эта цитата. Ну, тут я вам проведу три абзаца коротких. Это подзаголовок «Сила воли» в 11 главе. «Искушаемый нуждается в том, чтобы понять истинное значение силы воли». Ну, всем нам нужно тогда понимать. А кто искушаемый? Каждый из нас, да? Это определяющее качество характера человека — сила воли. Сила решимости, сила выбора. То есть воля, по факту, — это выбор. Поняли идеи? То есть я выбираю. Вот, согласен. Все зависит от правильного направления воли. Одного желания быть добрым, чистым, добродетельным — мало. Если ограничиться благими намерениями, мы знаем, куда они приводят, да? В ад. Многие катятся навстречу гибели, хотя надеются, желают преодолеть свои дурные пристрастия. Все дело в том, что такие люди не покоряются воле Божьей. То есть есть моя воля, а есть большая воля. То есть, Боже, пусть будет воля твоя, а Галя моя. Понимаете идею, да? То есть, Боже, если ты... То есть, Господи, пусть воля твоя будет. Один мой коллега, ну не мой коллега, а очень крутой капеллан, который работает в американском одном центре по лечению депрессии, Дон Макин тоже. Вот, он говорит, что когда приходит ко мне человек, который испытывал действительно серьезную травму, которую ни я не испытывал, ни кто-то из моих там консультантов, он говорит, вы не можете понять, мы это... Я указываю ему на терапию 53 главой пророка Исаия. Где написано, помните 53 главу пророка Исаия? Он был изъязлен за беззаконие наше, он был мучен, наказание мира было на нем, помните? То есть, Христос перенес все. И он говорит, вот этот человек перенес все. Вот, пожалуйста, с ним поговори, если никто не понимает. И вот, мне покоряется воля Божьей, а Христос покорился воле Божьей, он сказал, Господи, не моя воля, но пусть Твоя будет. Они не избирают служение ему. Интересно, что Елена Вайт здесь глагол избирают, выделяет курсивом, то есть, автор выделяет курсивом. Что происходит, когда автор выделяет курсивом что-то? Это ключевая мысль. И они не избирают служение ему. То есть, люди проигрывают, потому что не выбирают служить Богу. То есть, говорят, Господи, я хочу, чтобы все-таки Галя была моя. Пусть воля Твоя, но по-моему. Поняли идею, да? Бог предоставляет право выбора, и мы должны им пользоваться. И вот она, эта цитата, которая взорвала мой мозг. Мы не в силах изменить свои сердца, управлять своими мыслями, побуждениями, привязанностями или симпатиями. То есть, если мы пытаемся работать с двумя уровнями защиты, то это часто напрасный труд. Потому что дьявол тоже знает. И это светская психология, я вам рассказываю практически всю нейрохимию. Сами мы не в силах очиститься настолько, чтобы стать пригодными для служения Богу. Но в наших силах, и она снова делает курсивом этот глагол, избрать служение Богу, подчинить Ему нашу волю. И тогда Он будет производить в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Вы когда-нибудь встречали эту фразу? И хотение, и действие по своему благоволению. Это филиппийцам 2.13. То есть, и тогда у нас и хотелки, и действия будут по Божьей воле. А именно об этом я и мечтаю, как христианин. Я хочу, чтобы у меня было все классно. Я хочу, чтобы радоваться, и чтобы я шел и благодарил Бога. День сегодня прошел хорошо. Да, делай то, что я хочу. Продолжение следует...